Прямо сейчас в интернете можно купить любое животное. Вот в Омске продают серых гусей, чешских козочек, племенного бычка. Очаровательные щенки Норвича стоят 40 тысяч рублей, а вот и кенгуру за 100 тысяч. Мальчик породы Бенета три года. Евгения Кистенева встречала и объявление о продаже львенка. Завотделом детского экоцентра требует остановить этот беспредел. Торговля дикими животными ведется довольно свободно. Их изъятие из природы довольно свободно осуществляется. То есть никто не задумываясь может притащить любое животное домой. Никому в голову не придешь, что нужна какая-то лицензия, разрешение. Кто контролирует эти процессы и кто наказывает виновных. И таких вопросов без ответа множество. В Думе рассмотрение закона проекта об ответственном обращении с животными идет на рекорд. Первое чтение состоялось 23 марта 2011 года. Прошло 6,5 лет, поступило 300 поправок, а закона все нет. Ускорить его принятие этим летом попросили президента Чулпан Хаматова, Светлана Немоляева, Валентин Гафт, Лев Лещенко и еще тысячи жителей страны. Наталья Чайка рассказывает об обыте Казахстана. В Астане запретили выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, в парках и скверах. Для этого открыли отдельные площадки для выгула. Все граждане данных территории соблюдают этот закон. А почему? Потому что штраф сверху за несоблюдение очень большой. Я спросила, каким образом отслеживаются люди, которые не выполняют. Вы знаете, игросистема очень хорошая. Сосед, который набрал номер, сказал, что другой сосед гуляет, он получает вознаграждение. А в Омске этим летом отменили последний нормативный акт о содержании собак. Формально сейчас любой человек может гулять с бойцовой собакой на территории детского садика. Это не будет нарушением закона. А как наказывает тех, кто бросает животных? Татьяна Дугина руководит большим приютом для собак. Вид травмированных, покалеченных и больных животных давно позволил ей сделать вывод. Безответственность порождает безнаказанность, а безнаказанность порождает безответственность. Ну, если мне ничего не будет, я могу делать все что угодно. Хочу животное повешаю, хочу порежу, хочу сожгу, хочу выброшу, хочу возьму. Сегодня хочу, завтра не хочу. Ну, как бы вот, ну, так же нельзя. Естественно, нам закон этот нужен. Единственный реальный срок за убийство животного в Омске дали весной прошлого года. Обвиняемый избил доской кота своего знакомого и получил один месяц лишения свободы. А вот остальные случаи жестокого обращения с животными обходятся условными сроками. Как поется в песне, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. А если отравит, то нет прямого закона. Как наказать за такое преступление? Участники круглого стола подписали резолюцию в адрес депутатов законодательного собрания, чтобы те поторопили коллег из Госдумы. Евгений Ленифанов, Максим Мартынов, Антена 7.